Привет, друзья! Меня зовут Александр Макушин и здесь, на своем канале, я рассказываю о фотографии обработки. Сегодня у нас будет очень простая тема. В своем большом ролике, посвященном тонировке снимков, я очень быстро рассказывал о том, как сделать темную одежду более выразительной в плане свето-теневого рисунка. Иногда бывают такие ситуации, когда одежда черного цвета на стадии обработки остается настоящим темным пятном. Это может случиться по нашей ошибке, когда мы не досмотрели обработку в RAV-конвертере или не обратили внимания уже при работе непосредственно в самом редакторе. Исправить это недоразумение можно техникой Dodge & Burn, вручную прорисовывая блики на одежде, но это довольно долго и есть вероятность сделать все не очень аккуратно. Однако, существует способ сделать все гораздо быстрее и надежнее. Уже рассказывал об этой технике в ролике о бликах для портрета. Обязательно посмотрите этот ролик, сейчас появится всплывающая подсказка. Поэтому сегодня ничего нового не скажу, но кому-то, надеюсь, будет полезно. Итак, представим вот такую картину. У нас есть изображение. Мы подредактировали эту фотографию и со свето-теневым рисунком на коже модели все в порядке, но здесь есть проблемы с одеждой. Она кажется действительно таким темным пятном. В данном случае я смоделировал ситуацию, поэтому прошу прощения за довольно грубую работу. Тем не менее, я покажу лишь принцип действий. Сначала мы создаем корректирующий слой кривые. И делаем вот такую простую кривую, которая осветляет картинку в целом. В том числе, наша одежда становится светлее. Мы видим вот эти блики, игру свето-теневого рисунка. Но в данном случае у нас есть большая проблема, потому что мы осветлили в том числе и кожу модели. И получили такую переэкспонированную картинку. Мы кликаем по иконке с кривой и вызываем контекстное меню. Заходим в параметры наложения. И в параметрах наложения обращаем внимание вот на эти линейки. В частности, на линейку подлежащий слой. Теперь наша задача состоит в том, чтобы применить значение кривой и осветление картинки исключительно к одежде. Поэтому мы захватываем вот этот ползунок, который у нас находится справа, и начинаем сдвигать его влево. Двигаем до тех пор, пока пересвет на лице модели и на коже в целом у нас пропадет. Но зафиксируется вот такая визуальная граница, относящаяся к одежде. Давайте я вам покажу. Смотрите, сейчас у нас значение кривой пропало. А вот так действует исключительно на нашу одежду. Для того, чтобы приблизить картинку, я нажимаю Ctrl и кликаю левой клавишкой мыши. Чтобы отдалить, я нажимаю Alt и также кликаю мышкой. Вот начинает отображаться наша граница. И применена она в основном исключительно к одежде. Что мы делаем дальше? Мы зажимаем клавишу Alt и кликаем по этому ползунку, чтобы он раздвоился. Видите, вот сейчас есть раздвоение. Мы захватываем вот этот левый раздвоенный ползунок и продолжаем его также двигать в левую сторону. Делаем это очень аккуратно и совсем немного, исключительно того, чтобы смягчить вот эту визуальную границу. Сдвигаем вот эту часть ползунка. Видите, границы смягчаются, поэтому мы останавливаемся здесь, нажимаем ОК и смотрим на результат. До, после. До, после. Как мне кажется, вполне неплохой результат. Мы не видим ошибок на этой фотографии и осветления каких-то областей, но такая ситуация тоже возможна. Поэтому, чтобы все это дело исправить, мы инвертируем вот эту маску с помощью комбинации клавиш Ctrl-I. Затем берем инструмент кисть, ставим жесткость на 0, определяемся с размером и проходим по тем участкам одежды, которые необходимо высветлить. Еще раз повторюсь, делаем это исключительно на инвертированной слой маски. Картинка в итоге выглядит так. Давайте посмотрим до, после. Всегда можно кликнуть кривую и сделать картинку еще более светлой, сдвинув значение вот этой точки. До, после. Очень просто, очень удобно и быстро. Фотошоп нам фактически сам подсказывает правильный светотеневой рисунок, который мы и подчеркиваем. Давайте посмотрим на еще один пример для закрепления. В принципе, на этом снимке все в порядке, одежда прорисована, но я хочу сделать ее немного светлее. Снова создаем корректирующий слой кривые. Осветляем нашу картинку. Заходим в контекстное меню, параметры наложения, подлежащий слой. Сдвигаем ползунок влево. Видим границу. Нажимаем Alt и кликаем по этому ползунку. Сдвигаем еще чуть-чуть. Останавливаемся, нажимаем ОК. Инвертируем свою маску и проходим белой мягкой кисти по нашей одежде. Было. Стало. Это прекрасный способ быстро отделить одежду от темного фона, особенно в ситуации, когда они сливаются. Друзья, надеюсь, это было интересно и полезно. Для тех, кто давно подписан на мой канал в определенном смысле, это уже повторение знакомого приема. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и оставлять комментарии. Прощаюсь с вами. Желаю здоровья вам и вашим близким. Берегите себя. И увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok